Ну, наконец, я достроил небольшой домик в таком современном стиле. Хочу с вами поделиться, сколько я его строил и сколько он мне стоил, ну и каким получился. Кратко, без воды, как и все ролики на нашем канале. Поэтому что надо сделать? Правильно, подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить полезную и интересную информацию из мира загородной недвижимости. Начну с того, что я купил участок на вторичке, поселке Поляна, который построила наша компания. Место здесь отличное. Около 50 километров от МКАД по Новорижскому шоссе. Поселок находится на берегу пруда и с трех сторон окружен лесом. Ну и сам участок крайний к лесу. Собственно, расположение участка и обусловило выбор проекта. Современный дом в стиле барнхаус с панорамным остеклением в сторону леса, чтобы, как говорится, природа была частью этого дома. Ну и моя средняя дочка Даша учится в Московском архитектурном институте. И этот домик – ее первый реализованный проект. Так что можете нас с ней похвалить, ну или поругать в комментариях. Дом очень небольшой. Сейчас это такой устойчивый тренд – строить небольшие дома. Очень удобно. Легко обслуживать самостоятельно. Небольшие расходы на отопление. Ну и вообще, большой дом по личному опыту, могу сказать, очень быстро захламляется. Так что недаром говорят «маленький дом – большое счастье». Ну и еще мой принцип, который я всем настоятельно рекомендую – строить сразу под ключ, не растягивать строительство дома. И исходить из тех финансовых возможностей, которые есть на сегодняшний день. Есть в наличии 3 миллиона. Стройте дом за 3 миллиона. Ну или берите кредит на всю сумму строительства. Самая частая ошибка неопытных застройщиков – начать большую стройку без должного финансирования. Оптимизм – это, конечно, здорово. Но если денег достроить дом не хватит, то вы останетесь с абсолютно неликвидным недостроем. Поэтому лучше меньше, но под ключ и сразу. Потом, если появятся необходимые финансы, а я уверен, у вас они появятся, можно построить и дом побольше, но если он, конечно, нужен такой большой, а размер участка позволяет. Но вернемся к нашему дому. Общая площадь – 60 квадратных метров. Кухня-гостиная чуть больше 20 метров, но в ней есть кайф – второй свет. Спальня метров 10, санузел 5 метров. Есть небольшая антресоль метров 10, ну и веранда около 15 метров. Вроде небольшая площадь, но легко может разместиться до 6 человек. Ну, теперь давайте поподробнее расскажу обо всех помещениях. Как я говорил, из дома открывается вид на лес. И в зоне гостиной мы сделали окно от пола до потолка. Много света и прекрасный вид. Я, честно говоря, пока мы с женой тут финально все обустраивали, периодически садился на диван и зависал. Осень, листья падают с деревьев, птицы летают. В общем, Оля меня возвращала на землю. Говорит, хватит прокрастинировать, надо люстру вешать, ну или мойку врезать в столешницу. В общем, вместо телевизора для ухода от реальности в нашем доме окна. Что касается зоны кухни, то здесь все как в городе, за исключением кухонного фартука. Там тоже природу показывают круглые сутки. Кстати, в городской квартире такого нет. А за городом в последнее время это тоже такой устойчивый тренд. Делать вместо кухонного фартука окно. Хозяйке всегда видно, что во дворе творится. Ну и дополнительный источник дневного света тоже важен. В общем, такое окно вместо кухонного фартука всем горячо рекомендую. Ну и из гостиной небольшая крутая лестница ведет на антресоль. Высота потолка на антресоле метр шестьдесят. В общем, это пространство для детей. Ну или гостей спать уложить, если они решили с ночевкой остаться. Ну и мы не стали делать глухую стенку наверху, а сделали речное ограждение. Такое решение сейчас тоже в моде. Но если дети играют наверху, то вы с ними видитесь и слышите друг друга. Общение не прекращается, короче. Ну и на антресоле сделано мансардное окно. Во-первых, дополнительный источник света. Во-вторых, летом оно всегда чуть приоткрыто на режим проветривания, что обеспечивает такую хорошую вентиляцию дома. Ну и в-третьих, лежать под мансардным окном и любоваться ночью звездами совершенно бесценно. Ну и практически недоступно городскому жителю. Так что мансардное окно на даче, на мой взгляд, абсолютно необходимая вещь. Спальня небольшая, около десяти метров. Ну а зачем больше? Есть все необходимое. Кровать, тумбочки, шкаф. Еще и место осталось, если что-то еще надо будет разместить. В спальне мы сделали окно нестандартной прямоугольной такой формы. Это тоже очень современно смотрится, кстати. Как вы считаете? Из него вид тоже открывается на окрестные просторы. Участок в тупичке находится. И мимо очень мало кто ездит и ходит. Поэтому хоть дом и расположен ближе к улице, очень тихо. Ну и санузел. Обычный санузел такой же, как в городской квартире. Ну вот сами посмотрите, что о нем рассказывать. Поскольку в поселке центральные коммуникации, делать индивидуальные скважины или колодец не надо. Ну и септик тоже не нужен. Водопровод и канализация поселковые. Это очень удобно. Ну и главное помещение любого загородного дома, как я считаю, это веранда. Летом вся жизнь проходит не в доме, а на участке или на веранде. Поэтому о ней чуть поподробнее. Согласитесь, большинство лестниц в домах почему-то выносят с веранды. Ну то есть лестниц, которые ведут в дом. Ну видимо, чтобы увеличить общую площадь. Ну площадь-то можно и увеличивать. Вот только над лестницей надо тогда делать навес. А то на ней будет зимой полно снега и наледь. Ну и пространство от лестницы до двери никак нельзя использовать. Вы ведь под нему все время входите. Правильно? Поэтому мы решили утопить лестницу как бы внутрь веранды. Ну и какая-никакая, хоть и очень высокая, крыша над ней есть. И снега зимой на ступенях будет меньше. Ну еще я всячески советую вот такие вот решетчатые ступени на вход в дом делать. И грязи в дом меньше нести будете. И зимой их опять же легче чистить. Ну и про участок. Он довольно большой. 15 соток. Пока я не смог придумать, что где посадить. И мы только разбили газон и сделали небольшие каменные садики. Про благоустройство этого участка на канале есть отдельное видео. Вот можете его по ссылочке посмотреть. Ну и на таком участке, конечно, есть достаточно места, чтобы построить основной большой дом. Ну а что? Магистральный газ в поселке есть. А это сейчас очень важный критерий, если вам нужен дом побольше. Ну а маленький дом отапливать электричеством выгоднее. Наш дом, наверное, зимой будет потреблять электричество на отопление ну тысяч на пять, не больше. Это в холодный месяц. За сезон тысяч тридцать, наверное. Заведение газа в дом обойдется тысяч четыреста пятьсот. Поэтому в маленькие дома обычно газ не проводят. Окупается газификация маленького дома больше десяти лет, наверное. Дом построен по каркасной технологии. Утепление стен 150 миллиметров. Пол и потолка 200 миллиметров. Фундамент, бетонные сваи. Ну а все остальное вроде и так видно. Как я и обещал, давайте расскажу, что во сколько обошлось. Строил дом мой знакомый прораб Андрей, который нам построил уже, наверное, не один десяток разных объектов. По представленной смете дом обходился изначально в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Правда, хитрый Андрей сказал, что это без ока. Окна вместе с мансардным обошлись мне еще где-то в 270 тысяч. Ну и, как это всегда бывает, потом мне захотелось сантехнику и плитку в санузел получше. Изначально в проекте предполагалась плитка только на полу. Краску получше, двери получше, ламинат, а не половую доску. В общем, появляются доп. работа и доп. расхода. В стройке всегда на самом деле так. Кстати, мне всегда казалось, что такие дома, отделанные снаружи металлом, очень сильно нагреваются от солнца. Ну и остекленный фасад дома выходит на южную сторону. В общем, надо было поставить кондиционер. Кондиционер обошелся где-то в 1070. Но, к моему удивлению, даже в 30-ти градусную жару, которая в июле-августе 22-го года стояла, особо жарко в доме не было. Помогала вентиляция через мансардное окно. Ну и вынос крыши над верандой практически полностью защищает комнату от прямых солнечных лучей. Они попадают в дом только, когда солнце низко, уже к концу осени, там, зимой. Ну, это радость зимой, солнышко, когда в дом попадает. Но с кондиционером, согласитесь, наверное, все равно комфортнее. В общем и целом, сам дом обошелся в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Заведение коммуникации в дом и въезд на участок из бетонных плит еще около 100 тысяч. Мебель около 250 тысяч. Ну и благоустройство участка 650 тысяч. Так что вот такой домик с одной спальней, антресолью и верандой общей площадью 60 метров на благоустроенном участке 15 соток всего обошелся в 2022 году, повторюсь, в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Наверное, можно самому руководить бригадой строителей, закупать там самому стройматериалы и сэкономить 1500, наверное, рублей. Ну, а можно обратиться в строительную фирму и заплатить 1500 больше. Но в целом цены сейчас, ну, вот, наверное, такие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Начали мы строительство 15 мая. Собственно, сам дом был готов через месяц. Ну, потом пошли задержки с какими-то материалами. Окон мансардных не было, серой 3D-сетки на забор не было. Потом долго доделывали какие-то мелочи. Ну, в общем, в строительстве так всегда. Сам дом очень быстро строится, а вот мелочи они забирают потом основное время. Знаете как, то я в отпуск уезжал, то не мог решить, как благоустройство делать. В общем, последний штрих мы навели 15 октября. Так что дом под ключ за 15 месяцев и 3 миллиона 700 тысяч рублей. Но это все, прямо скажем, совсем под ключ с благоустроенным участком и мебелью. Что еще хочу сказать? Честно говоря, я сам наслаждаюсь здесь. Тут чувствуется и просторы, довольно мало людей. Участок в самой дальней тупиковой части поселка расположен. Наверное, не хватает в доме камина. Но единственное удобное место для установки камина около окна. И тогда камин будет загораживать вид. В общем, без камина. Ну и поскольку я профессионально занимаюсь загородной недвижимостью, любой мой проект – это своего рода бизнес. Поэтому вы можете купить этот дом. Ищите объявления на Циане или Авито. Ну или пишите мне. Продам, буду строить еще что-то. Ну а пока дом не продан, я сам с большим удовольствием провожу здесь время. Пишу, например, сценарий для новых выпусков на нашем канале. Обстановка здесь к творчеству очень располагает.